всем большой привет сегодня я продолжу убираться на кухне как могла оттягивал этот момент но пришло время просто это самый страшный шкаф я очень боялась здесь наводить порядок потому что ну я пока не очень представляю вообще что в конечном итоге выйдет я планирую переделать здесь организацию не только здесь а вообще в принципе на кухне в шкафах давайте пока посмотрим что на данный момент у нас ну первое это полочка сначала полочки посмотрим здесь стоят кружки которыми я не пользуюсь в данный момент я по-моему как-то уже говорила то что я периодические комплекты меняю для разнообразия и ненужные убираю в шкаф так кружечки это сахарник вообще это полка под тарелки под плоские тарелки от больших до маленьких тут есть даже супер крошечные вот такие например вот так и еще меньше такие даже много разных так сейчас поднимемся чуть повыше следующая полка это полотенце тряпки перчатки ну всякая для уборки и спереди я поставила то что не поместилась никуда это ну это вообще кружка но я ее использую под творожок под какие-то десерты свечка там не сестра как-то дарила очень классно очень тяжело периодически мы и пользуемся чего так это двинуть а здесь же еще всякие сушилки для посуды салфетки для сушки термосик и вот они там тряпки еще кстати вот для горячего и на самой верхней полке раньше здесь я хранила всякие крупы и посуду который я практически не пользуюсь но потихонечку со временем это превратилось все в такой микс здесь и турка оказалось и чайнички которые никуда не влезли в общем и свечка вон видите бокалы такая вот солянка в общем сейчас чего начнем как обычно я полностью все это достаю и мне нужно будет пройтись по остальным шкафам на кухне и подумать что я помещу на эти полки что-то может быть оставлю ну планирую пока посмотрим как получится полотенце тряпки отсюда убрать потому что неудобно каждый раз сюда лазить а я ему пользуюсь часто крупы вот эти сверху все хотелось бы убрать и с плоскими тарелками тоже на самом деле надо подумать потому что чтобы достать какую-то нужную тарелку а нужно как обычно оказывается где-нибудь на дне мне приходится доставать полностью всю кучу ну скорее всего может быть так и придется делать но я ее хотела бы эту кучу хотя бы пониже расположить и вот и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А, не все, крышка. Я думала, где у свечки крышка? Так, сейчас это я буду все полностью мыть. Нижнюю часть под полками я пока не трогала, хотя это тоже сегодня по плану. И зона с микроволновкой все здесь перебрать, лишнее убрать. Духовку будем мыть. Микроволновку тоже помоем, конечно же. И там снизу есть еще один шкафчик. Тоже с тарелками. Это тоже будем думать. Не знаю, сразу пока, наверное, доставать не буду. Просто у меня уже места на столе не осталось, куда я все складываю. Стол, как вы поняли, я заставила уже полностью. Уже вот так вот друг на друга все. Здесь есть часть посуды, которая у меня уже была подготовлена для разбора. Вот здесь стояли тарелки, но они тоже из шкафа на самом деле. Вот эти пластиковые. Так, вот тут две формы для запекания. Они из другого шкафа, но я планирую просто в духовку все такие формы переложить. У меня раньше в духовке ВОК был. Ну, противень непонятно. Вот эти вот горшочки, которые мы сами в верхний шкафчик в прошлый раз перекладывали. Там для просеивания муки тоже штука. В общем, я это все оттуда забрала и планирую вот эти вот формы туда положить. Так, и кошачьи миски пластиковые. У нас раньше был отдельный контейнер пластиковый, где хранилась вся эта посуда для рыбалок, для пикников. Но он, к сожалению, сломался, поэтому они пока отдельно. Ну и вот он стул, на который я вот так вот все свалила страшным образом. Давайте, наверное, я сейчас начну с того, что помою полностью полочки, как и говорила. Потом я пробегусь по всем остальным шкафчикам на кухне и подумаю, что туда можно поместить. У меня есть, конечно, задумка, но надо проанализировать. Полотенчики сразу убрала к остальным полотенцам. У меня тут полка вот с основными. Ну, также оставила все вот эти пушистые. В одной кучке просто переложила их, сделала поуже. И глотки. Вот это вот такой спорный. На самом деле, я решила его здесь оставить, потому что стопка меньше. Хотя у него есть и махрушка вроде тоже. Такой непонятный. Ладно. Полочки протерла. Теперь здесь вот так вот пусто и чисто. Сейчас думаю, что буду сюда раскладывать. И первое, что попробую. Есть, конечно, сомнения, но я все-таки попробую. Хочу на самую низкую полку поставить кастрюли и сковородки. И, может быть, мне повезет, еще крышки влезут. Что у меня пока получается. Вот с этой стороны я поместила все сковородки. Большие, вок. Там внутри сковородка, гриль. Сверху поставила вот такой вот сотейник. И будут еще две маленькие сковородочки. Я под сотейник их поставлю. Они пока на стирке. И спереди вот такой сотейник с крышкой. И маленькая эмалированная кастрюлька тоже с крышкой. Вот они друг в друге. Сзади там стоит белая эмалированная кастрюля с крышкой. И в ней будет находиться еще одна эмалированная. Только уже очень высокая, узкая. Тоже на стирке пока. Она встанет сзади. Ее будет видно. Здесь две кастрюльки такие уже металлические. Одна такая вот низкая. С толстым дном. И будет еще одна металлическая. Небольшого размера. Она сюда внутрь встанет. То есть в принципе вроде как они так примерно и стояли. Но просто сейчас они будут находиться у меня все почти видны. Это будет возможно удобнее. Проверим. Время покажет. Единственное сковородку гриль не видно. Но я помню что она есть всегда. Крышки к сожалению никак не поместились. Вот я сейчас думаю. Чтобы не было это таким нагромождением. Все равно приходится переднюю допустим стопочку убирать. Чтобы достать эмалированные. Может быть я сейчас кастрюли наверху беру. А справа поставлю крышки. Вот они у меня сейчас в выкатном шкафу находятся. Здесь была сковородочка еще. Две сковородки. Одна гриль, одна простая. Вроде нашла неплохое решение. Под духовкой у меня вот такой вот выкатной шкаф. Здесь я поставила отдельно кастрюли. Чтобы удобно их было и видеть и доставать. Не стала со сковородками вместе ставить. И здесь же я поставила из соседнего шкафчика крышки. Здесь почему удачно? Потому что этот шкаф он самый высокий. Так как он не в ряд с остальными находится. А под духовкой там вместо побольше. Поэтому получилось сюда поставить даже те крышки, которые не помещались у меня вообще никуда. И раньше они находились в сушилке над раковиной. Теперь я наконец-то их оттуда убрала. И все крышки у меня в одном месте. Ну почти все. Еще вот со стирки парочку придут. Сюда же я поместила силиконовую. И вторая, когда она у меня сейчас используется. Когда я ее верну в шкаф. Она тоже сюда же встанет. Я их как-нибудь там друг к другу спинками помещу. Все, теперь очень удобно. Все закрывается, видно. Вот так вот будет. Кстати, забыла еще сказать. У меня здесь хранились до этого вот такие вот большие досочки пластиковые. Там еще есть. Мне удобно на них тесто, например, раскатывать. Или когда я тру что-то большими объемами, чтобы сильно не брызгала. И видите, прям впритык уже практически к этому шкафчику. А он, повторюсь, самый высокий. Поэтому, ну просто никуда в другое место не поместится. Поэтому вернулась сюда. Ну, они как бы места не занимают. Снова совсем пустая полка. Потому что постояла я тут рядом. Посмотрела и поняла, что неудобно мне доставать оттуда сковородки. Я только представила, что мне надо достать сковородку. И мне прям тяжело стало. Я поняла, что это очень неудобно. Поэтому убрала сейчас это отсюда все полностью. Решила сковородки верну на место. Они у меня раньше вот в выкатном шкафчике под плитой находились. В принципе, удобно. Поставила сюда же сотейник. Туда пароварку такую отдельную. Вот эту группу отдельно. Чтобы они друг на друге не стояли. Раньше стояли друг на друге. И один проваливался во второй. И я потом с трудом их доставала. Поэтому решила разделить. Сюда я поместила тарелочки, которые я использую для готовки в процессе. Именно продукты, когда кладу отдельно муку, отдельно сахар или еще что-то. Пользуюсь всегда вот этими. Поэтому они мне нужны рядышком. И я без конца пользуюсь дуршлагами. У меня в день по одному, по два уходят. Каждый день я почему-то их использую. Поэтому надо, чтобы было легко, быстро. Ну а сковородку взять, легкая, пластиковая поднять, несложно. Тут не хватает еще одного. Тоже на стирке. Ну, в общем, пока вот тут так. Теперь давайте все-таки с полкой опять решать. Сложная она какая-то. Еще один промежуточный вариант. Там, где сейчас у меня стояли сковородки и кастрюли. Я их оттуда убрала. Поставила сюда вот эти вот банки с продуктами. Ну, с сыпучими. Тостер. Вот мне нужно было тостер где-нибудь поместить в легком доступе. Потому что я им постоянно по утрам пользуюсь. Вот сюда поставила. Здесь же стоит ковшик для молока. Пока что мы пользуемся молоком, которое идет в картонных коробках. Поэтому пока пустая. А так она в холодильнике обычно. Сзади я поставила корзинку, в которой у меня макаронные всякие изделия хранятся. Корзинка вроде бы, да, это. Использовала контейнер, который был выкатной из холодильника пластиковый. Сейчас я, наверное, покажу вам. Уберу вот это. Вот, смотрите, написано полонбокс. Вы, наверное, узнаете, да? Вот его можно вот так доставать. Вот, взяла его, потому что он пошире, чем те, которые у меня до этого для специй были. И заодно у меня места нигде не будет занимать. Сюда поставила. Здесь находятся специи, которые в запасе. Я ими не пользуюсь каждый день. Ну, единственное, вот эти вот мельнички я могу взять, но их не сложно. То есть здесь нет такого, что какие-то стопки. Здесь вот закрытые есть. Есть какие-то, ну, это у нас на самом деле для рыбалок были такие вот кружки с супами. Мы не использовали, поэтому пусть пока тут стоят. Краситель здесь же, ванилин, лимонная кислота, какие-то большие объемы. Наверное, зира какая-нибудь. Что там, дрожжи, какао, масло, оливка, вода. То есть это то, что редко мне пригождается. Также то, что касается запасов. Вот у меня такая коробочка. В ней я храню... Ой, не та сторона. Тоже специи, тоже запасы. Люблю, чтобы все было в запасе. Так, ну, а сверху такая вот ступка. Или это кто? Почему говорю, что это промежуточный вариант? Потому что здесь, на самом деле, не все специи находятся. А только то, что в запасе. И даже часть, которая к запасу относится, не вся. Поэтому вторая половина у меня осталась пока что на том месте, где это хранилось до этого. Но вот хотелось бы в идеале, конечно, все вместе сложить. Поэтому я сейчас пока размышляю. Может быть, будет новая версия. Но пока так. Выше. Выше находится у меня снова полка с продуктами. Здесь вот всякие сухофрукты, каши какие-то. Вот сзади в коробках. Тоже там контейнеры, если что. Это все выкатывается на колесиках. Это, кстати, очень удобные контейнеры. Они, видите, снизу эти розовенькие дышат. У них колесико сзади. Сзади стенка более высокая. Я, по-моему, их в покупках из FixPrice показывала. Да. Я прикреплю видео, если вдруг кому интересно. Хорошие они мне понравились. Там у меня всякие крупы, соль, сахар. Ну, в общем, запасы. Так, и вот здесь. Вот эти вот икеевские два высоких. Снизу один длинный плоский. И вот они маленькие прикладки. Ну, а сверху то, что прям совсем редко используется. Ну, кроме блендера и миксера. Но они спереди, их легко взять. Тут, собственно, ничего страшного. Это то, что касается пикников. Пластиковая металлическая посуда, кружки. Дальше. Наверное, придется вытащить. Сейчас. Вот, если тарелки убрать, у меня сзади там огромные салатники стеклянные, металлические. Это то, что нужно раз в году. Поэтому я их поставила назад. Также за миксером. Также за миксером я тут поставила контейнер пластиковый, чтобы можно было из глубины вытягивать и не мучиться. У меня там трубочки пластиковые, стаканы для коктейлей. Летом только мы их используем. И вазочка под дерево. На самом деле я забыла все остальные вазы сюда поставить, хотя хотела. Ну и думаю, наверное, хорошо, потому что их все-таки доставать из глубины неудобно. А они мне периодически пригождаются. Поэтому думаю, наверное, даже вот эту под дерево достану и все вазы уберу вообще в другой шкаф, не на кухне. Так будет, наверное, лучше. Так, здесь я поставила такой вот пластиковый кувшинчик, в нем же стаканчики. А, кстати, я тут еще соду поставила. А, блин, это неудобно, сода сзади. Соду сейчас достану. Вот, так будет намного лучше, а то какая-то глупость получилась. В общем, вдали поставила кувшин. Дальше там располагается какао, какое-то там натуральное, большими кружочками его натирать надо. И мед. А спереди то, что я часто использую, это моя кашка в хлопьях и сода. Так, дальше. Сюда поставила пластиковые стаканчики, это тоже для пикников. Термос, ну, тоже в основном, либо для пикников, на рыбалку Эдик берет. Раньше я на работу брала, сейчас не ношу. Сюда тогда ставлю миксер. Так, сейчас с проводом я там посимпатичнее разберусь. Ну и, собственно, останется только блендер положить. А, он даже встанет. Ой, ну вообще супер. Сейчас с проводами только красиво сделаю. Вот так. Ну, мне кажется, неплохо так будет. В принципе, все в доступе. Вот это вот постоянно все используется в этой части. Ну вот, начиная с этих двух баночек и миксер-блендер. Все остальное будет стоять и просто не мешаться. Так, ну все. С этим шкафчиком вроде как закончили временно. И я тут пока составляла этот шкаф, мне, конечно, приходилось, ну и тот, который снизу, подоставать из других шкафчиков. Теперь у меня там бедла. Чтобы в квартире такого хаоса не было, потому что сейчас Эдик придет, мне нужен будет стол. Я всю посуду быстренько вот так распихала по шкафам. И теперь тут чушь-те-чушь. Вот здесь, например. Так вот. Так. Здесь вот понапихала. Здесь вообще. Эдик залезет в этот шкаф. Здесь у меня обычно продукты находились, конфетки. Удивиться. А тут над раковиной вообще все плохо. Это как раз та полка. Вот здесь вот все специи находились. Осталось вот части, о которой я говорила. Конфеты сюда запихала. С кружками бардак. Вот я просто думаю, мне в этом видео все эти шкафы также в порядок приводить или нет. Давайте, наверное, я... А, сейчас еще сушилку покажу. Ну, здесь уже не так все плохо просто. Просто убрала. Вот так быстренько. Вот с этой стороны я... Эти крышки большие, о которых я говорила. Здесь же у меня находились тарелки металлические, которые там с крышками находятся. И здесь у нас такой чайный уголок, который не очень организован, потому что мне некуда вот эти чайнички ставить. Они занимают очень узкая полочка. Много места некрасиво. Поэтому как-нибудь постараюсь их по-другому куда-то поставить. Так, ну это я вам так по-быстренькому сейчас показала, что там творится с остальными полками. После того, как я прибралась в тех. Да, теперь это не очень красиво. Ладно, давайте я сейчас иду, скину эти видео на компьютер. Посмотрю по времени, насколько получается ролик. Если он получится длинный, на этом мы с вами пока что остановимся. Если есть еще запасы времени, то я поприбираюсь дальше. Тем более мы с вами еще в этой части не полностью произвели уборку. Только в шкафах я там все разложила. А надо мыть духовку, микроволновку. Это такой процесс, ну не самый приятный. Но на самом деле, что меня затормаживает. Духовку я хочу помыть с помощью системы самоочистки. Здесь у нас есть такая функция. Но я ни разу ей не пользовалась. Вообще не представляю, как это работает. Поэтому сначала сейчас пойду инструкцию читать. А потом уже пойду все это делать. Ну, не знаю, в этом ролике или в следующем. На всякий случай с вами прощаюсь. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok